1851 год, осень и зима, ну во-первых, первый переворот Луи Бонапарта. Ликвидируются, в общем-то, многие завоевания революции 48-го года. В Австрии в это время, значит, отменили опять Конституцию, восстановили неограниченную власть императора. Конституция, естественно, принята во время революции 49-го года. Но это ничего не получится. В Австрии, конечно, тоже будет Конституция. Да и у Бонапарта тоже не получится. Ну, что касается Франции, то там революция, конечно, была сильная, больше всех. И ее результаты сворачивали медленно. И, по сути, все равно наполеоновское правительство все равно говорило, что вот оно выполняет завет революции. То есть, в общем-то, и не до конца. Во Франции полностью, конечно, не было восстановлено ничего, что было до революции. Допустим, власть банкиров и прочее вот этого восстановлено не было. Там будет диктатура Луи Наполеона. Ну, значит, как я уже говорил, вот в условиях, когда буржуазия громила восстание левых, в какой-то степени Луи Наполеон, будучи родственник Наполеона того самого, он перетянул, во-первых, часть левого электората, во-вторых, он на себя также весь правый электорат замкнул, который хотел возвращения монархии и жесткого какого-то режима, который прекратил гражданскую войну между рабочими и буржуазией. Весь 1948 год проходили баррикадные бои в Париже периодически. Ну, или манифестации. В общем, было очевидно, что республика привела к конфликту между социальными слоями. Левые пытались их урегулировать первоначально, но левых всех уже в мае 1948 года, в мае-июне, всех их, короче, выбросили из страны, либо в тюрьму посадили. А правая буржуазия вся, она пыталась просто подавить народ и в то же время прогласить республику, в то же время, так сказать, чтобы народ выбирал кого-то в парламент. В общем, ничего, ни левые, ни правые, никакой внятной альтернативы не предложили, и выдвинулся этот самый Наполеон. Наполеон просто хотел восстановить наполеоновский режим, тот, который был при его дяде в Наполеоне Первом. Он продвинул на все посты своих сторонников, там, министра внутренних дел и так далее. В прессе началась пропаганда за империю, то есть надо возродить империю, Луи Наполеон повторит путь Наполеона, но, как я говорил, это примерно как сейчас пропагандировать, что сделаем как в СССР. Вот период, так сказать, Наполеона, на самом деле там был ужасный кризис экономический, жертвы огромные, но все это уже забыли к концу 40-х, и считалось, что это был период побед, величие Франции, дошли до Москвы, завоевали всю Европу и все такое. Вот на волне всего этого Луи Наполеон получал голоса и требовал диктатуры, вообще говоря, и готовил ее. Но поскольку была республика, пропаганда велась открыто через газеты и так далее. Надо сказать, что поскольку в 48-49 году расправились с левыми, а у них электорат остался, и в связи с этим Луи Наполеон, придя фактически при поддержке правых, начал использовать левую повестку. Он активно занимался демагогией, вот именно такого популистского характера, что реакционеры засели в парламенте, мешают ему делать демократические реформы. Парламент, к тому же, собрался, так сказать, из правых, и парламент вернул ценз, то есть парламент вернул, что будут избираться только богатые. Ну, ценз был, конечно, ниже, чем до революции, то есть не самые богатые, но все-таки, чтобы в парламент избирала, только буржуазия они стремились. А рабочим во время революции 48-го года дали голоса и трудовому народу, мелким предпринимателям, крестьянам. Они, конечно, не хотели, чтобы теперь их опять не были избирателями. Вот Наполеон тоже, кстати, Луи Наполеон в этот период говорил, что он даст всем избирательное право. Что вот это вот сидят реакционеры в парламенте, мешают свободе людям. Вот надо передать всю власть Наполеону, Луи Наполеону, да, и он тогда даст всеобщее избирательное право, например. Вот, кстати, и дал, да. Ну, правда, такое, что они ничего не решали. Он даст избирательное право, но парламент ничего решать не будет при Наполеоне. Он как при Путине. Я уже говорил, что диктатура Луи Наполеона такая право-консервативная популистская диктатура с большим количеством институтов имитационных. Она довольно походит на то, что вот при Путине. Ну, ладно, значит, пока он еще не совсем к власти пришел, вот он пытается опереться на левый электорат тоже. А правым он, да, говорит, что ну, а что, монархию же хотим возродить? Разве вы что против монархии? Вот будет монархия наполеоновская. Для этого, он же, его избрали-то президентом. Ему нужен был второй срок. Конституция Франции запрещала второй срок. В июле 1851 года собрал он парламент, надавил там, что надо второй срок, нужного количества голосов не собрал. Хотя там больше половины проголосовал, но чтобы поменять Конституцию, надо было две трети. Поэтому парламент фактически все равно отказал Наполеону во втором сроке. Но опять в прессе пошла пропаганда против парламента и за второй срок. Привлек он военных на свою сторону. В парламенте лидер правых либералов Балтьер. Это все разборки между правыми. Левых устранили еще, ну, окончательно летом 49-го года. В парламенте сидят правые, но вот они не хотят, так сказать, чтобы Наполеон установил диктатуру. Не хотят вот такой правый парламент. Тьер, это лидер правых либералов в парламенте. Ну, в общем, все это к чему привело, что он решил тогда осуществить военный переворот, и этот парламент разогнать Наполеона. Учитывая, что армия его поддерживала. В ночь на 2 декабря 1851 года, в годовщину битвы при Аустерлице, по улицам расклеили прокламации, во-первых, распускаем национальное собрание, восстанавливаем всеобщее голосование. То есть вот мы распустим этот парламент, который избрали богатые, а в следующий парламент будут голосовать все. То есть он этот распуск парламента подал, как будто вот он демократию во Францию установил, что бесцензовые выборы проведем. При этом он объявил, естественно, военные положения против республиканцев. Правительство в основном уже полностью контролировалось им, и они все это поддержали. Там была, значит, прокламация, которая мотивировала, что парламент мешает ему работать, пусть нация проведет плебисцит, решит президент или парламент и так далее. Что вот будет некое голосование, которое решит, нужно отдать основную власть президенту или парламенту, нужно сделать конституцию, в которой будет президент выбираться на 10 лет. Что вот с такой конституцией, которую приняли в 1948 году, он работать не может. Вот что Наполеон говорит. У него никаких прав нет, эти болтуны там вместо него все решают. Нужна конституция, чтобы его выбирали на 10 лет, и чтобы у него были все права осуществлять вот свои функции, как президента Франции, глава исполнительной власти. Ну и к армии тоже обратился, что вот, ребята, возродим, сделаем Францию снова великой, и так далее. Под это дело, поскольку он контролировал уже ментов, там всех в Париже, арестовали всех политических лидеров, которые только могли возразить. Тем не менее, в Париже были республиканцы, которые понимали, что это госпереворот, установление диктатуры. Они, да, устроили восстание, были бои. И 4 декабря 1851 года бойня на улицах Парижа. Всех оставшихся республиканцев достреляли. Уже было три восстания в Париже левых. Теперь было восстание республиканцев против диктатуры. Тоже их всех расстреляли. Очень много, на самом деле, жертв этой всей революции. Ну вот, считается, в 1951 году, в декабре, закончилась и французская революция. То есть к концу 1951 года все революции в Европе были подавлены, а французская закончилась диктатурой Наполеона. Ну, расстреляли в условиях расстрелов и арестов всех других политических партий. Естественно, он выиграл плебисцит. То есть устроили некое голосование буквально через две недели, когда все прочие политические партии были фактически запрещены, кроме Наполеона. И только что в Париже у им и народа расстреляли, которые возражали. Ну, естественно, голосование победил Наполеон. 14 января 1852 года публиковали Конституцию по образцу Конституции, когда Наполеон был консулом. То есть собирался некий парламент, но он, по сути, только обсуждал законы. То есть они могли там в парламенте что-то высказать, но, по сути, все решал президент. Президента на 10 лет выбирали. Вся исполнительная власть, армия, то есть полиция и так далее, вся была в руках президента. Избрали новый парламент, и в 1952 году он на сессии парламента говорил, сохраним республику, примиримся там все и так далее. Хотя на самом деле он и этот парламент разгонит, Наполеон, и республику не сохранит, но об этом позже. В общем, пока что первый правый уже переворот Луи Наполеона с установлением вот такой сильной президентской республики и фактически однопартийности. Потому что как бы формально была свобода по-прежнему там всяческая, по сути, все остальные партии, кроме Наполеоновской, были уничтожены. Или там арестовали их, или их уничтожили физически, или вы уже давно были все уничтожены. Ну, Виктор Юго, как республиканец, еще держался вот до этих времен, потом он тоже в эмиграцию пойдет. Все республиканцы пошли фактически в эмиграцию, и уже ничто не мешало Наполеону вернуть империю. В конце 1851 года открыто движение по Николаевской железной дороге, о чем надо тоже поговорить. Это первая крупная железная дорога в Российской империи, третья она по счету, но первые две были сравнительно такие. Ну, во-первых, вторая была Варшава, то есть это далеко, а вот как бы Петербургская, Московская, это такая первая крупная внутрироссийская. Ну, и самая большая из тех, которые они построили. Ну, это к вопросам модернизации Российской империи. То есть, как я уже говорил, индустриальный переворот так и не состоялся. Какие-то были элементы. На отдельных там, ну, уральских предприятиях стояли паровые машины, может быть, вот так. То есть элементы вводились, но никакого господства промышленности не было. Страна аграрная, основной правящий класс аграрии, землевладельцы, помещики, да, и так далее. Ну, вот одним из элементов, которые смогли до великих реформ осуществить, было три железной дороги. Вот в частности, да, Николаевская железная дорога, хоть какой-то элемент индустриального общества, чтобы построили хоть железную дорогу в России. Но строили ее феодарными методами, и очень долго поэтому все было по-прежнему жутко неэффективно. Ни черта в России не производили, что было нужно для железных дорог. Ну, в принципе, я примерно уже тут рассказывал основные вехи, которые заключались в основном в том, что на уральских заводах что-то использовалось, но оказалось, что это не годится совершенно для серьезных железных дорог. Завезли все из Австрии. В 1937 году фактически инженер Крафт построил циркосельскую железную дорогу, но она работала успешно, тем не менее. Как бы она была больше такой пропагандистской, что железные дороги нужны. Начиная с 1937 года, множество проектов идет создание как раз дороги Москва-Петербург. Так как это было две столицы, между Москвой и Петербургом был большой грузооборот, который в основном шел по рекам, было все очень дорого. То есть это было, да, нужно прежде всего промышленности. Не просто, чтобы кататься из Москвы-Петербурга, а именно перевозить грузы в основном. Все первые проекты доказывают, что будет очень выгодно, что через паровозы, через железную дорогу будут быстро перевозить грузы. Сразу все окупится, и все это действительно все окупилось, и все помогло развитию промышленности. Ну и понятно, что коммуникации людей тоже шли в основном между двумя столицами Российской империи. Ну, в основном, в значительной степени. И ехать было долго. Что там, путешествие из Петербурга в Москву-Радищево, там что-то месяц, что ли, ехал, короче, долго. А по железной дороге два дня тогда шел паровоз. Строительство начали по новому стилю, все говорю, 8 июня 1843 года. И с двух концов шли северная дирекция и южная дирекция. В основном строили крепостные крестьяне. Крепостные крестьяне сами не решали, поедут они на дорогу или нет. Так они были рабами. Договора заключались с помещиками, и часть денег отдавали помещику в качестве оброка. То есть помещикам так договаривались, что даешь мне 50 рабов, с каждого раба с их зарплаты будем вычитать помещику. И помещик там, допустим, соглашался. То есть их не спрашивали. Государственные крестьяне были, которые свободные, но они были массово неграмотными и их обманывали. То есть им рассказывали, что там какие-то большие заработки. А когда они приезжали, их сажали там в одну конуру с рабами и как с рабами с ними обращались. В общем, государственные эти подрядчики работали. Вот эти подрядчики со всей России туда сгоняли, так сказать, крестьян. И добровольно, и обманом, и так далее. Работали там весь день с перерывом на обед. Бесплатное питание. Ну, заработную плату платили хорошо, но крепостные крестьяне отдавали часть помещику. Ну, и там действительно тяжелая была работа. Для того, чтобы экономить, устраивали множество вычетов. За любое заболевание, если человек болел, ему делали вычет. То есть ему не как сейчас платят, когда болеет предприятие. Тогда такого не было. Вот заболел, не можешь работать, все, мы где-то деньги читаем. Еще и за то, что в лазарете лежал, вычтут за то, что там лечили. Хотя лечили тогда плохо, как мы все знаем. Ну, вот, невыполнение нормы, тоже все штрафы. По какой-то причине не выходят на работу. Дождь, если идет, вот, полдня не работали, шел дождь. Тоже все вычеты, считаем, что день не работали, и так далее. Ну, при этом, понятно, из этих крепостных бесправных крестьян, как у нас обычно, еще и кругом обманывали, еще и писали там лишние вычеты. А что, доказать ничего невозможно. Круговую порогу вводили. Один там что-нибудь закосячит, вычитают с бригады. Ну, вот, все. Было массовое бегство. То есть там, вот из-за всех этих обманов, тяжелых условий, люди бежали, думали, что умрут. Буквально там было, что сотни человек бежали. Их хватали, били и обратно возвращали туда строить. Основные работы были земляные, то есть копали. Экскаваторы завезли. Там буквально четыре экскаватора. Были самые первые экскаваторы в мире. Паровые там, примитивные, из Америки завезли. В основном все копали крепостные крестьяне, но использовались немножко экскаваторы. На самых таких критических работах. Потом их демидовые, уральские перекупили и на Урале использовали экскаваторы. Открылось движение 26-28 августа 1851 года. И перевозили сначала войска. Перевезли войска из Петербурга в Москву. 31 августа по дороге поехал царь. И за 19 часов они царя довезли из Петербурга в Москву. Это было неслыханно. То есть практически за сутки царь доехал из Петербурга в Москву. До того эта неделя продолжалась. С остановками, всяких лошадей менять и все такое. Окончательно 13 ноября 1851 года официально открыли для пассажиров. Стоило довольно дорого. Иностранные материалы использовались в основном рельсы. Рельсы не могли в России делать. Но, конечно, на всю дорогу они не могли полностью иностранным материалом. Это очень дорого было. Значительную часть производили в России. Но рельсы еще не делали. Рельсы полностью обвозили. Дали заказ русским промышленникам. Они ни хрена не сделали. И решили все-таки ввозить. Построили 34 станции Николаевской железной дороги. Петербург, Балагое, Тверь. Когда строили были каменные мосты или деревянные. Металлические мосты позднее построили. И с 1952 года поставили телеграф на станции. Тоже первый телеграф России. Это Николаевская железная дорога. Сначала была система фирмы «Сименс». А потом с 1954 года система «Морзе». Вот у нас появились телеграфисты. Они передавали из Москвы в Петербург всевозможные сообщения. С 1954 года там построили столбы. И вот впервые мы видим вот эти вот телеграфные столбы. То есть дорога выглядит как современная. Идет железная дорога. На одни столбы и телеграф. Вот это уже в 50-е годы, позапрошлого века в России было. По поводу паровозов. Тогда была американская система паровозов. И английская, и австрийская, и так далее. Долго исследовали, где паровозы лучше. Купили американские. Начали их делать в России. Паровозы и вагоны делали в России. Но с участием американских инженеров. И по американским схемам. Первоначально было управление военное. То есть она военная считалась только уже во время великих реформ. Когда все переводили в частные руки. Приватизация шла там. Либералы у власти. Все такое. Вот тогда перевели в частные руки. При Николае Первом все военное было. Железная дорога все обслуживали военное полностью. Телеграфисты тоже были. Телеграфистская рота. Все вот эти, все кочегары там, все считалось все военное. Военная железная дорога. После смерти Николая Первого дорогу стали называть Николаевской. И вот 1868 год в процессе демократических реформ либеральных передали ее в частные руки. Главное общество российских железных дорог ее получило. Но оно, кстати, выплачивало длительно государственную казну, дивиденды, что все равно изначально дорога была государственная. Николаевская железная дорога это мать наших всех железных дорог. От нее потом строили ветки. И вот таким образом вся железнодорожная сеть России возникла. Но, впрочем, железные дороги очень важны для 19 века. И индустриализация очень важна для России. И я буду еще рассказывать про ветки. Про крупные заводы. Про это, конечно, будем рассказывать. Чтобы хоть какая-то промышленность у нас появилась после отмены крепостного права. Сигнализация первоначально применялась оптическая. Потом семафоры. 1871 год появились семафоры. Звуковая сигнализация была. Все первые вот эти системы сигнализации, телеграфы, все вводилось сначала на этой дороге, а потом уже на другие дороги распространялось. После того, как передали в частные руки, частная компания стала менять деревянные мосты на металлические. Что касается окупаемости, сразу была окупаемость. В первый же год порядка полутора миллионов рублей чистого дохода. И дальше она только росла. Окупаемость была большая, потому что грузов много сразу переводилось. Экономически дорога была выгодна. Даже владельцы получали огромные деньги. Допустим, 1910 год, 14 миллионов прибыли чистого дохода. Без всех издержек, 14 миллионов чистого дохода в Николаевских рублях. Это до хрена. То есть она была очень прибыльная. Ну, всем известно стихотворение Некрасова про железную дорогу. Про то, что по бокам-то все косточки русские. Стихотворение Некрасова 1864 года. Наши демократы сразу ругали всю эту индустриализацию. Ну, о Некрасове, конечно, еще поговорим. Есть легенда, что якобы Николай I нарисовал линейку. То, что она прямо идет. Что он по линейке прямо нарисовал. И в одном месте там был палец. И поэтому в одном месте есть изгиб. Ну, это легенда, потому что, в принципе, ее прямо собирались строить. А вот в том месте, где Мстинский мост. Там не могли, короче, нормально провести. По ряду причин. И там сделали изгиб во время самого строительства. Потому что не могли прямо. А, на самом деле, да, Николай сказал, что прямо делать. Но ни по какой линейке он не чертил. И никаких там изгибов он не делал.